В поле ветер веет В деревне Варежка, для тех, кто не знаком, душевно рад, а для знакомых добрый час, веселая минутка. Велика все-таки держава наша, почитай, за три года и с конца в конец не пройдешь, а дорог-то в ней столько, что не сосчитаешь. Вот это вот, вот куда ведет деревня Добросердовка? Ведь бывали мы тут очки. Деревня Добросердовка, эти хорошие места, воздух тут, как чистый мед, люди хорошие. Только она сейчас Добросердовка, а раньше прозывалась Гаримыкина. Как-то, помню, лет семь тому назад проходила эти местами, смотрю, деревня Гаримыкина, тьму тараканьего уезда. На весь уезд одна деревенька, да такая, что... Одним словом, Гаримыкина. Ну, стою, смотрю, к кому на ночлег постучаться, и вдруг вижу в стороне, на горке, что понад речкой вот стоит дом белокаменный, под железной крышей, с этими... с колоннами. Вокруг забор высоченный, решетки чугунно-кованные. Ну, как вот в столице дома у какого-нибудь сенатора там, да. Да что там сенатора? Сам бы государь бы не погнушался такого дома. Во дворе амбара от добра ломятся. Работники дворовые туда-сюда, туда-сюда. Ну, я, значит, одного спрашиваю. Кто в этих-то хоромах проживает? А он мне говорит, да ты что, с телеги свалился, что ли? Сам Сильвестр Сильвестрич, потомственный, главный исправник всего уезда, на что у него и грамота из самой столицы имеется. Но, думаю, в таких-то хоромах богатых, неужто для солдата, защитника Отечества не найдется места переночевать, ну, и там на ночь перекусить чего? Веди, говорю, к самому. И хорошо так сказал. Ну, и, говорю, к самому. А! Ну так что, Тихон, чем могу помочь тебе? Так, это, Сильвез, Сильвезыч, я уже все рассказал. Да? Ну и что? Так и, Сильвез, Сильвезыч, только на вас одна наша надежа. Да, да, да. Уж помогите, только на вас, заступника, и уповаем. Да, да, да. Сильвез, Сильвезыч, чеку вам? Подлей, Дурмидон, подлей, подлей. Ох, умаялся я что-то. Ох, умаялся. Вот так крутись, крутись. Ни днем, ни ночью покою от делов нет. Ну, прям ни днем, ни ночью. Сильвез, Сильвезыч, вы только моргните, я же двутишку. Эту рвань, Калаштанов, я живу в раз. Гыть чаю. Да ты что, Дурмидонт? Ты все-таки урядник. На государственной службе чай. А в голове только гыть. Это же понимать надо. О, Тихона-то тебя как по-батюшке? Кого? Тебя, тебя. Меня-то Андронычу. О, у Тихона Андроныча опять горе приключилось. А, и он с этим горем пришел к своему защитнику, господину, главному исправнику уезда. Ко мне, то есть. А к кому ж ему еще и прийти-то? А для чего я здесь оттуда поставлен главным исправником уезда? Блюсти государственный интерес. А в чем он? Это же понимать надо. Вот обиженного несправедлива. Да какой? А виновного примерно наказать. А, дело тонкое. Тут разобраться надо. А ты, подлей, чайку-то, подлей. Несравненная, Амфиса Сильвестовна, несоблаговолительный для услады утробы вашей, крыжовного варенья. Фи. А может, несравненная Амфиса Сильвестна земляничного, али клубничного на меду? Фи. Ну уж от этого, брюантовая Амфиса Петровна, навряд ли откажетесь. Мурмелан с заграничной фирмой Мон-Пассиэ. Из самого Амстердама. Тятенька, 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 тятенька. Ну, ну, тятенька. Ну, как такое возможно кушать? Заграничный деликат из самого Амстердама, когда перед тобой он такой росы неумытый, а торчит. Он же нам весь обеденный мационс нарушает. Тю-тю-тю-тю. Да, ну так чего же тебе, Тихон? Ты видишь, какое дело-то? Да, тюк моя сердится. Так ты уж покороче. Так, ваше степенство. Это от всей деревни я. От всего общества. Так. Опять же, горе у нас. Горе? Какое горе? Так я уж говорил. Да, ну так а я подзабыл. Что ж ты думаешь, у меня об одном тебе голова болит? О, Дармидон, да присядь ты. В ногах правды нет. И подлей, подлей чайку-то. И себе подлей. Ну, так что? Так, ваше степенство. Горе у нас, горе. Вот прошлой ночью опять эти лиходеи не пойманные. Конокрады. Ай. На нашу деревню приходили. Опять приходили? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и что? И последнюю лошаденку Прямо из конюшни последнюю на всю деревню и того. Того. Чего? Того. Ну, это. Украли. Прямо из стойла. Увели. Увели, говоришь. Ай-яй-яй-яй. Ты слышишь, Дормедонт? Опять эти лихаимцы, конокрады не пойманные. На деревне объявились. Ай-яй-яй. Ну, так и чего же ты хочешь? Так последняя лошаденка на всю деревню, последняя, общественная. Общественная? Лизаветой кличут. Лизаветой. Сама пегая, а челка рыжая. Рыжая. На правой передней подковы нет. А левая задняя хромает. Левая. Задняя хромает. Ай-яй-яй. Беда-то какая. Ну, так а чего же ты от меня хочешь? Так идти, ваше степенство. Мы к вам как главному справнику всего уезда. Да, да, да. Обороните нас. Это, опять же, никакой жизни нет. Хоть в петлю. Хоть в петлю. Надо, опять, и отыскать этих лихаинцев-конокрадов, да вернуть скраденое. Да. Это надо же, за последнее время последних шесть коров увели. Шесть? Да, пять лошадей украли. Пять. А вчера и последнюю Лизавету. Лизавету, Лизавету. Мы уж и уряднику жаловались. Дормедонт. Жаловались тебя. Так ты снарядил розыск этих лихаинцев? Искали? Везде искали? Ну, ты видишь, Пихон, что урядник-то наш говорит? Все по закону. Искали. Везде искали. Так чего ж тебе еще? Так иди. Не нашли же. То есть... Как это? Дормедонт. Что, не нашли этих лихаинцев? Так, Сильвест, Сильвест. Да как же это так, Дормедонт? Так... Лиса. Что? Ну, говори, говори, лиса непроходимые, говори. Так... Ну, болото. Болото. Дремучие, говори. Волки. Лютые, говорит, волки. А по закону все, что надо, сделали. Искали, везде искали этих лихаинцев, которые у вас весь скот увели. Но не нашли. Нету. Она нет. И суда нет. Ну, так я... А что надо делать? Куда дальше жаловаться? Что? Что стало? Жаловаться. Ах, жаловаться. Ты видишь, Дормедонт? М? Так... Я их жалею. Во все их беды вникаю. Норовлю помочь по доброте душевной. А они мне вот за доброту-то, а? Сильвест, Сильвест, так вы только моркните. Я ж сразу... Хыть. Нет. Нет, Дормедонт. Нет. Он ведь хитрая бестия. Он знает, что делает. Не ровен час. Инспекция из столицы. Ты ведь... А он возьми и пожалуйся. А времена-то... Какие? Нет, Дормедонт. Мы должны по закону. Мы здесь на государственной службе. Рук распускать нам попусту никак нельзя, Дормедонт. По нонечным-то временам. Нет, Дормедонт. Всё должно быть по закону. Филимон, Филимон. Я уже здесь, Сильвест Сильвест. Достань-ка нашу книжицу, в кое ты недоимки в государеву казну записываешь. Уже достал, Сильвест Сильвест. Так, а погляди-ка, любезный, какой там должок значится за Тихон... Как тебя по-батюшке? Сильвест, Сильвест. По-батюшке-то как? Андроныч. Так вот, за Тихон Андронычем какой должок значится? А 12 рублёв. Шесть копейка, одна полушка. Сильвест, Сильвест. Так, так, так. А не потрудись взглянуть, милый. А когда срок уплаты у Тихона Андроныча подходит? Так уже прошёл, Сильвест Сильвест. Ещё в прошлом месяце кончился. Так, так, так. Ой, Сильвест Сильвест, вы же сами мне отсрочку дали до будущего урожая. Да. Филимон, Филимоныч, взгляни, значится там отсрочка? Ну, никак нет. Нет, ты получше, ты получше погляди. Да ну нет же, Сильвест Сильвест, про отсрочку тут ничего не сказано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Непорядок, Тихон Андроныч. Ай-яй-яй-яй, как же это, а? А, Филимон Филимоныч, взгляни-ка в уложении. Какое наказание полагается за неуплату недоимки в государеву казну? Так наказание плетьми, Сильвест Сильвест, Сильвест. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Плетей? Ай, двадцать плетей. Ай, ничего не могу поделать, Тихон Андроныч. Так и хотел бы помочь, да не могу. Пошли, степись. Да. А ступай-ка ты на конюшню. Да скажи, что тебе положено по закону двадцать плетей. А ежели завтра не сможешь уплатить? Ну, стало быть, и завтра двадцать плетей. И так каждый день, Тихон Андроныч, пока всю недоимку до полушки не выплатишь. Каждый день. Да, Тихон Андроныч, каждый день. Это что же за закон такой? Пропади он пропадом. О! Ты что? Ты что? Он супротив закону, он будет, давай, никак нет. Ты, ты ж закона ослужил. Да тебя за такие речи его гыть построт. Надо, сгнои, ему на кол. Беги. 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 Беги, 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 до греха подальше. Беги, с конюшью получил. Беги, Тихон, беги, Тихон, беги. Беги, 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 беги. Беги. А вчерашнюю лошаденку туда же свел? Нет. А куда же? Да на конюшню пока на вашу. Ой, дурмидон, дурмидон. А чего? Ничего. У тебя на что голова-то? Вот ну для чего у тебя голова? Голова-то? Для чего? Я ей ем. Вот то ты и оно. Ни на что другое она у тебя не способна. А чё? Чего-чего, Тихон-то придёт на конюшню получить двадцать-то плетей и увидеть там эту лошадёнку, которую вчера Лихаимчика на крады-то увели. А-а-а, а-а-а, чудеса! Иди-то, 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 иди туда, вот это погор. Да скажи, чтоб Тихона пороли не на конюшне, а на псах. Да как бы... Потом уж, когда Тихон-то, Андроныч, со двора уйдёт, так и эту лошадёнку туда же. Ага. Где остальные? На гнилое болото. Ха-ха-ха-ха! Папенька! Ну что? А вот Филимон Филимонович сказывали, что на прошлой ярмарке купцы иноземный ларец показывали индейской работой. Ларец. Да, непростой такой, весь резной, слоновой кости. Эх, Кадель, да у тебя этих ларцов... Да ну не просто же это ларец, там вот с обратной стороны зеркальце. Расчудесно. Ну и у тебя этих зеркал. Ну, папенька, ну не простое зеркальце. Я в этом зеркальце буду красавица. Писаная, глаз нельзя будет оторвать, а вы говорите. Титя, титя у меня красавица. Ну вся в бабку Аграфену Иоанновну, а той не тем будь помянута. Лошади шарахались. Папенька! Ну, ну, а ты чего думаешь? Чего Фильк-то за тобой ухлёстывает? Что ему красота твоя надобна, да? Как не так, жди. Это он капиталом моим подбирается. Папенька, мне просто ужасно от вас такой конфуз слышать. Ну, 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 будет, будет тебе ларец, только не иной, дура. Филимон. Напрасно вы, Сильвест Сильвестович. Относительно моих вознамерений до Анфисы Сильвестовны так думать изволите. У меня к Анфисе Сильвестовне глубокое чувство имеется, а не какие-нибудь там материалистические вознамерения. Да ладно, ты не жуди. Давай о деле. Где приход на расход? Так. Вот, извольте полюбопытствовать себе сверхуаз, за последний месяц чистого дохода 4542 рублик. 62 копеечки. А ежели с умом продать ту скотину, ворованную в горемы кинул, елого болота, и ещё 400 рублик. А вот что мне действительно любопытственно, сколько ты, Филимон, у меня приворовываешь? Как можно, Сильвест, Сильвест. Вы же на меня благодетель. Я для вас. Ну ладно. Значит, деньги все, приходно-расходно, недоимки и прочее, запрёшь в казначейской башне. Да проверь караулы. Чтобы ни одна душа подойти к башне не могла. Будет сделано, Сильвест. Сильвест, Сильвест. Ну что ещё? Что? Вопросик имеется. Ну давай. Что если действительно инспекция из столицы, а с солдатами... А если они про наши дела узнают? Да, 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 да. Он тебе на язык. Не приведи Господь. Не приведи Господь. Не приведи Господь. Ятенько. Ага. Я так думаю, что пронесёт. Ну, у нас места-то какие. Ай, да хоть десять лет скачи и не доскочишь. Ага. Ну, одно слово тьму таракань. Дай-то Бог. Дай-то Бог. Сильвест Ильвеевич. Ну? Тишку порют на псарне. Само собой. А там этот... Кто? Да. Солдат. Солдаты? В инспекции нет? Не, не, один солдат, один. Плохонький такой, никудышный такой солдатик один. Без всякой инспекции. На постой к нам просится. Напугал. На постой про? Да он что? Он соображает, в какой дом-то пришёл? Что ему тут? Постоялый двор, что ли? Харчевня какая? А ну-ка, приведи его сюда. Ишь ты. А ты, Филимон Филимонович. А ну-ка покажи этой солдатной немытой, ей не место. Потешь нас с Анфисушки-то. Потешь. Будьте довольны себе, свежие. Иди-ди-ди. Анфис, свежие. Ну? О, ой. Здравия желаю. Солдат Иван Варежкин из деревни Варежка. Не найдётся ли у вас место, где переночевать? Ась! Я говорю, мне бы переночевать где-то поесть чего. Ась! Я говорю, мне бы поесть, переночевать да поесть. А, вон, там на гвоздик повесь. Ты что, глухой совсем не чуешь? Это где хочешь, там и заночуешь. А что он всё догочет? Не допонял. Чего вы хотите? Я говорю, мне бы ночь переспать да поесть. А у тебя хоть рублик есть? Так значит, негде переночевать. Что? Отдать ему мою кровать! Уморил! Уморил! Вижу, насмехаются они над моей бедностью, да над моим рваным кафтаном. Не стерпел я насмешек. Плюнул, вышел на двор и пошёл в горе Мыкина. А деревенька-то... Ах, одно название деревенька. Ни коровы не мычат, ни петухи не орут, ни собаки не лают. Домишки стоят покосившиеся, да поразвалившиеся. Всё как вымерло вокруг, только волки в лесу воют. И вдруг смотрю, в одной избёнке в окошке огонёчек чуть теплится. Это, казалось, дом деда Тихона. Пустил. Сидит на лавке, кряхтит, спину после порки потирает. Ах, ты горе, горе, горькое. Горькое, горькое, да ты злосчастное. Кто тебя вспоит, да кто тебя вскормил? Ну, наше горе горькое мычное. Ведь не скажешь, солдатик, что у нас деревня неработящая была. Нет, народ справный. И жили по-доброму, по-хорошему. Только вот давно ещё меня и на свете не было. Появилось в нашей деревне горе злосчастье. И не стало жизни. То одна беда, то другая. То одна беда, то другая. А дальше больше. А тут объявились лиходеи и конокрады. И всё, как есть, покрали. Не стал у нас беремень. Ни кур, ни свиней, ни коров, ни лошадей. Даже собаки. И те пропали. А вчера себе последнюю лошадёнку увели. Лизаветой Клич. Сама бегая, а чёлка рыжая. На правой передней подкованье. А левая задняя хромает. Ох, горе-то. И покормить-то тебя, солдатик Ильич. Вот горе злосчастье. Дрова совсем отсерили, не разжигаются. Ох ты, горе злосчастье. Что, болит спина, Тихон Андроныч? Да, как ты думаешь, двадцать плетей. А я уж не молод. Неужели приказал каждый день по двадцать плетей? Ну да, пока не доимку не выплачь. Говорит всё по закону. Это что ж-то за закон такой? Вот горе злосчастье. Ну а что ж вы на него не пожалуетесь-то, а? На кого? На горе? Да нет, на справника вашего. Ишь ты, куда хватил? Это на кого ж? На Сильвестров, Сильвестрович? Тоже, скажешь? Он же главный справник всего нашего въезда. Он же дорогие подарки в государю посылает. И оброк собирает. Он же в столицу отправляет. Правда, поболее, чем отправляет, себе оставляет. Ай, он горем злосчастьем нашим пользуется и на нас же наживается. Что-то ты, Тихон Андроныч, больно часто горе-злосчастье поминаешь. Будто ты его вживую видел. А то не видел. Век бы его не видать. Кого? Горе-злосчастье, что ли? Горе-злосчастье. А где ж ты его мог видеть-то? Где-где? Он у меня на печке спит. Слушай, старик, а ты и часом не того, а? Ты что, не веришь, что ли? А ну, прячься, прячься вон туда. Вон туда за задовеску уголок. А то на предпосторонних не больно любят показываться. А мне тоже с ним потолковать надо. Ну, прячься, прячься. Горе! Чего звал-то? Чего растревожил-то? У самого печени топлива еда не приготовлена. Холодище-голодище. А еще спать не дает. Чего надо? Горе! Чего тебе? По что ты к нашей деревне привязался? По что? Надоела ты. Хуже некуда. Хоть бы последние денечки без тебя пожить. А то жизни у нас мало-мало, а горя много. Ахахаха. Хахахах. Чего захотел без меня пожить? Да ты что, родимость? Я же с тобой весь век прожила. Я же с батюшкой, с твоим Андроном Кузьмичом весь век дружила. С матушкой Ефросиней Евстигнеевной душа в душу жили. Мы с ней и тесто месили, и воду носили, и с дедушкой. Как его звали-то? Кузьма Петрович. Кузьма Петрович. Ох, как я его любила. Очень душевный был человек. Я его сама вот этими руками, телегой вот и придавила. Я всех вас очень люблю. И деревню вашу. Ух, вы же без меня дня прожить не можете. Каждый день вспоминаете. И прозвание-то какое? Горемыкина, это ж про меня. Чё-то дымком потянуло. Кашкой запахло, это у кого же это? А, у Матрёны. Ну вот что, старая, я с тобой тут заболталась. Полетела я к Матроне на двор. Погреюсь и кашки покушаю. Да. Много на свете повидал. Ну вот такого. О, это тебе, солдатик Диконий, а мы к этому давно привыкшие. Слушай, Тихон Андроныч, а неужто от него никак нельзя избавиться? Можно-то можно, только никак нельзя. Ну как же это так? А вот так, солдатик, горе-злосчастье не сжечь, не утопить, не купить, не продать нельзя. Так, ну а что можно? Можно только в придачу дать. Как? А вот так, ежели б кто из нашей деревни продавал что, да сказал, бери моё добро, да горе-злосчастье в придачу. Вот оно бы к новому хозяину и перешло. Бери моё добро и горе-злосчастье в придачу? Тихон Андроныч, значит, всё-таки можно от него избавиться? Так, можно-то можно, только никак нельзя, а? Ну как так? Ну как? Так, если хорошим человеком его сбыть, это значит погубить его, а мы на это не согласны. Так, ну, а ежели плохому? Плохому можно бы, так ты ж сам видишь, что в нашей деревне продавать-то? Всё, Сильвестр, Сильвестр, сейчас вобрал. Что, от жилетки рукавада, от бублика дырку? Да, незадача. О, табачку заморского не желаешь, Тихон Андроныч? Благодарствую. Эх, солдатик, какая-то табакерка-то дикойная. Табакерка-то у меня действительно непростая. Непростая из чистого золота. Самим государем мне за храбрость и за верную службу на пользу Отечеству подарена. И, значит, надпись сделана. Солдату Ивану Варежкину от государя и его собственноручная фоксимиле. Так вот, я как глянул на эту табакерку, и тут меня вдруг как осенило. Будь здоров, Тихон Андроныч. Благодарствую. Ну, ну и табачок у тебя, золота. О, хорош, ядрён. О, даська, спасибо. Тихон Андроныч, я солдат, понимаешь, и денег у меня не густо, скорее пусто. Всего вот одна полушка. Что бы такое у тебя купить, а? Ты знаешь что, продай-ка мне нитку вон от той тряпки. Зачем тебе? Ну, кафтан прохудился, вот, видишь, иголка есть, а заштопать нечем. Бери, бери, бери хоть всю тряпку, хоть даром. Чё ты продай. Нет, Тихон Андроныч, ты мне её продай, я тебе за неё полкопейки дам. Не прогадаешь. Да чё-то я не пойму тебя, солдатик. Только вместе с ниткой ты мне должен отдать ваше горе злосчастья. Ты что, солдатик, не в жизни, это значит погубить тебя, да что? Мы ещё посмотрим, кто кого погубит. Да не, не, не... Не боись, не боись, дед. Раз я говорю, значит, знаю, что делаю. Ну-ка, дед, тихо! Ты меня из себя не выводи. Понял? Держи нитку. Держи нитку, кому говорят. Вот так. Вот полушка, видишь? Ну. А теперь быстро меняемся. Раз, два, три. Держи. А теперь говори. Говори. Чурка. Бери моё добро. Ну. Бери моё добро. И горе злосчастья в придачу. Ну. И горе злосчастья в придачу. Ну. Ну вот. А ты боялся. Глядитесь, а? Подействовало. Батюшки. Это что ж такого? Это что ж такое? Это же как-то... Что ж это? Ну. Так же. Так. О, ветер рвит. Травку колыхает. Хочу мою дорогу. Ха-ха-ха. Здорово, служивый. Здорово. Коль не шутишь. А я твое горло злосчастья. Ну так что? Ха. Подожди. А чё это ты не боишься? Ну а чё мне бояться? А? А я теперь повсюду за тобой ходить буду. Ну и ходи себе. Только есть пить не проси. У меня жизнь походная. Мне до тебя не досуг будет. Так. А чё это ты не печалишься? Ну а чё ж мне печалиться? А что с горем связался? Эх, невидарь. Не я первый, не я последний. А потом ведь в походе мне не до тебя будет. Сама знаешь. Лихо дело пол и шинели подоткнул и пошёл. А ты что, в походы ходишь? Хожу. Жизнь у меня такая походная. Ну вот что, слушай, солдат. Ты в походы лучше не ходи. Я люблю дома жить, на печке сидеть. Ничего, ничего. Со мной ко всему привыкнешь. К голоду, к холоду. Сама ведь знаешь. Воевать не горевать, а горевать так не воевать. Ох, худо тебе со мной на войне будет. Ох, худо, солдат. Ну ничего, ничего. Мы люди привыкшие. Солдатская доля не своя воля. Так, а если тебя на войне искалечит, Круген ноги оторвил? Ну что ж, и без рук, без ног люди живут. А если без головы и останешься? Ну что, значит голова болеть не будет. Шутишь всё. Ну смотри, как бы скоро плакать не пришлось. Ну это мы ещё посмотрим, кто первый из нас заплачет. Ага, заплатил. Я ж говорю, кто со мной свяжет, кто-то всех заплатит, на то я горе злощастия. Да это я не от тебя заплакал, а от табака. Больно крепок, иноземный шорт. От такого табака и у тебя бы слезу прошибло. Ну это положим, ты врёшь. Я никогда не плачу, от меня плачут, это точно. Ой, расхвасталась ты, расхвасталась. Ах так. А ну давай наспорт. Открывай табакерку. Во, во, во. Сейчас вот всё брошу, сейчас всё брошу, открой табакерку, а ты мой, значит, табак будешь задаром нюхать, да? Прекратить перечить! Я этого не люблю уж. Если я чего захочу, я не останусь, я своего добьюсь. Я комариком оборочусь, а в табакерку заберусь. Комариком? Комариком. Заберёшься? Заберусь. Ни в жизни поверю, пока сам не увижу. Ах так. Открывай табакерку маленькую, только щёлочку оставь. Ну, покажи. Ну вот такой, довольна? Не хитрый, слишком мала. Ну вот такой. Ну, ну ещё чуть-чуть. Ну вот. Вот так. А теперь смотри. Раз, два, три. Ну вот. Посиди-ка теперь там. Что говоришь-то? А, будь здорова. Что? Ну ещё раз будь здорова. Ну, знаешь, на каждое твоё чихание так и не на здравствуешься. Это, ну, отыскались. Кто? Тихон Андроныч. Да, все, все, все отыскались. И коровы все, и свиньи, и лошади, и куры, и собаки. Все, все, что лиходеи конокрады покрали, да сами из лесу домой пришли. И Елизавета моя вернулась. Сама бегая, а чёлка рыжая. На правой передней подковы нет. А левая задняя почему-то не хромает. Солдатик, так что ж с тобой-то теперь будет? У нас радость такая. А ты куда ж это? А я ненадолго, Тихон Андроныч. К Сильвестру Сильвестричу. Есть у меня к нему маленькая дельца. Послух. Я быстро. Как ни жалко мне было государеву подарка, но ради такого дела пришлось пожертвовать. Ну, прихожу я к Сильвестру Сильвестричу, а там уже все в сборе сидят, чай пьют. Так и так говорю. Есть у меня одна вещица на продажу. Только больно дорого стоить будет. И показываю табакерку. Они как увидели её, глаза у всех заблестели, руки затряслись. Особливо у Анфисы. Какая називная лепота. Купите. Червонное. Золото. Это откуда же у тебя такая вещица чайворонная? Да нет, мы такому ремеслу не обучены. Сей презент получен мною лично из рук государя. Вот там и надпись имеется. Где? Ну, вон там. Солдату и бану варежки. Варежки. Шерманка-сударя. И собственноручная вот здесь фоксимилейник. Скотенька, за любые деньги. Ой, шерманка. Шерман. Сколько же ты за неё хочешь-то? А сколько селяне по недоимкам должны? Филимон, глянь-ка в приходно-расходную. 302 рубля 4 копейки. 302 рубля 4 копейки. Ну так вот за эту вещицу я хочу ровно 302 рубля 4 копейки и полушку. Так, Филимон, в казначейскую башню, бегом, тащи. Слушай, зачем утруждаться, Сергей Сергеевич? Зачем утруждаться? Куда? Вы купите мне табакерку вот за эту книгу, где недоимки обозначены. Вам табакерка, мне книга и полушка. И селяне по недоимкам в казну ничего не должны. По рукам? Дяденька, соглашайтесь, а то сейчас со мной мигрень случится. Тихо. Так. Стало быть, табакерка? Ага. Супротив книга и это... А вот. Ага. Копейка. Да нет, пол-копейки. Нет, копейка. Да нет, Сергей Сергеевич, мне лишнего не надо. Пол-копейки. Так, живо, живо. Сергей Сергеевич, вот книга и полушка. Ну, что, по рукам? Раз, два, три. Убери мое добро. И горе злосчастью в придачу. Чего? Да вот, думаю, не продешевил ли. Нет, уговор дороже денег. А ты ступай-ка отсюда. По добру, по здорову, а то мы сейчас это... Да. Ладно? И вам счастливо оставаться. Игорь. 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 Ох, иловко вы себе следствие. Солдата об Егоре. Ой, лепота-то какая. А что, хороша вещица-то, Анфисушка? Ой, тятенька. А что, Анфисушка, не угодно ли табачку из государевой табаке? Угодно, тяти. Угодно, тяпень. Угодно, тяпень. Угодно, тяпень. Как бы этот воробушек не накликал вам хворобушек. Ой, кто это? Ваше горе-злосчастье! Ох, изголодалась и ссохлась я табакерки-синючи. А у вас хоромы белокаменные, а на дворе амбары от добра ломятся. И сами вы такие сытые, такие ухоженные. Так бы вас всех изъяло молчать? А что это там? Что это? А это ваша казначейская башня горит. Горит! Сидеть! Здесь я, здесь я, родимые с вами. Теперь я с вами навечно не разручна. Куда бы туда и я, как ниточка с иголочкой. А наутро? Это надо же! Из столицы прибыла государева инспекция и рота солдат. И вот тут все лихоимство исправника и сотоварища его и всплыло. Доложили государю, а у того, сами знаете, Норов Крут разгневался страшно. И наказал. Примерно так наказал, чтобы впредь неповадно было. Потом меня вызвал, за смекалку похвалил, достает табакерку. Вот эту самую узнаешь, говорит. Так точно, ваше величество. Помолчал, посмотрел так. А потом говорит. Ну что ж, победители не судят на владей, раз на ней твое имя значится. Но впредь, чтобы государевым подарками не разбрасывался, узнаю, запорю. Помолчал так и добавляет. Чай не шпильки! Вот такой он. С тех пор она всегда со мной. Как гляну на нее, так вот про тот случай, вспоминая в деревне Добросердовка, бывшем Горемыкино. А, пора в путь. Дальняя дорога от новой столицы до моей деревни Варежка. В поле ветер веет, травку колыхает, Путь мою дорогу пылью покрывает. Молодец удалый, соловьем засвищет, А пошел полцвета свою долю ищет. Ждой его дорога, голос его звонкий, Он шагает к дому в родную сторонку. Молодец удалый, соловьем засвищет, А пошел полцвета свою долю ищет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...